В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО повышением рота реформы в системе образования. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Ангел-спаситель в белом халате 21 февраля в России отмечают День фельдшера. Проводник в мир прекрасного о своей профессии рассказала экскурсовод художественной галереи. Далее расскажем обо всем подробно. В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Фонд будет работать по принципу одного окна. Его структура уже в этом году появится во всех регионах страны, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Главные тезисы выступления президента в нашем следующем репортаже. Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, заявил президент. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством, поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центров. Также президент сообщил, что программу бесплатной газификации в России продолжат. Для физических лиц она будет действовать на постоянной основе. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. В сферу ЖКХ инвестируют 4,5 трлн рублей за 10 лет. Минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 18,5%, до 19242 рублей. Увеличить планируют и налоговые льготы. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога. В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. За каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор. Фонд будет работать по принципу одного окна. Его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное партизирование для всех, кто в этом нуждается. Реформы ждут систему высшего образования. Россия необходима вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, пояснил президент. По его мнению, для высшей школы необходим синтез советской системы образования и нового опыта. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат там обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны. В последнее время участили случаи пожаров в мусорокамерах. Курить в подъездах и бросать в мусоропроводы незатушенные спички, окурки сигарет, бычки категорически запрещено, напоминает МОП «Центр ЖКХ». Отходы содержат большое количество легковоспламеняющихся материалов – бумаги, полиэтилена, пластика и одной тлеющей сигареты достаточно для появления открытого огня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Первый месяц весны будет близок к климатическим нормам. Температура лишь в отдельных регионах превысит обычные значения, рассказала заведующая лаборатория ГИТРИМИЦентра России Людмила Паршина. По прежним нормам устойчивый переход через ноль в сторону положительных значений происходил в последние дни марта. Но по принятым в прошлом году обновленным нормам, теплая погода устанавливается с 20-х чисел марта. Это означает, что и ночи становятся теплыми без заморозков. Март – самый сухой месяц года. Осадка в центральных областях выпадет мало, в среднем 34 мм. Не станет исключением и март этого года. Сыровчане перевели мошенникам 2 млн 260 тыс. рублей за неделю. В правоохранительные органы обратилось 6 пострадавших. 14 февраля заявление подала женщина 90-го года рождения. Ей позвонили якобы сотрудники полиции и сообщили, что она осуществляет переводы на Украину. И несанкционированные траты нужно немедленно прекратить. Для этого к делу подключились мнимые сотрудники банка. Оформили на нее кредиты и убедили перечислить им 745 тыс. рублей. В этом году широкую масленицу отметят 26 февраля в парке культуры и отдыха имени Зернова. Праздник начнется в 12.00. Гостей ожидает интерактивная программа для детей и взрослых. Мастер-классы, игры на аллее масленичных забав. От центрального фонаря до набережной реки Сатис. Кроме того, на танцевальной площадке будет работать детский котовод бесплатный и ярмарка, на которой можно будет купить сувениры и отведать угощения. Завершится мероприятие в 16.00 с ожением чучело-масленицы на набережной. 21 февраля в России отмечают День фельдшера. Изначально фельдшерами называли врачей, которые оказывали медицинскую помощь раненым солдатам прямо на поле боя. Сегодня представители этой профессии по-прежнему на передовой. Они работают на фельдшерско-акушерских пунктах в сельской местности, в здравпунктах крупных предприятий, на морских кораблях, речных судах, на железной дороге и при аэропортах, в воинских частях. Наш следующий сюжет о буднях фельдшеров скорой и медицинской помощи. Юношеский максимализм, альтруизм и желание помогать людям привели Илью Шемякина на работу фельдшером. Начинал он в Дивеевском фельдшерско-акушерском пункте, успел поработать в приемном отделении. А сейчас служит в бригаде скорой помощи в клинической больнице номер 50. Мы полипрофильные специалисты, то есть у нас нет никакой дифференцировки в плане вызовов. То есть едем абсолютно ко всем и абсолютно на все. В среднем за смену одной бригады 10-13 вызовов. Однако день на день не приходится. Иногда совсем нет времени заехать на станцию. При этом, по признанию фельдшеров, большой процент вызов не требует экстренного медицинского вмешательства. Мы бы хотели, чтобы люди более взвешенно оценивали свое состояние, состояние своих родных, не подвергались панике, ставили машину так, чтобы могла проехать санитарный автотранспорт. Но это, наверное, самое основное. Потому что это единственное, что у нас больше всего. Люди часто паникуют, часто оставляют машины. Приходится объезжать, искать всякие лазейки, чтобы проехать. Максим Астапкевич – фельдшер с 22-летним стажем. Интересных, сложных или забавных случаев его практики было немало. Но самым трогательным он считает роды, которые ему пришлось принимать на дому. Это был один из первых его вызовов после окончания медучилища приема на работу. Женщина решила не обращаться в роддом, а родить самостоятельно. Но медиков все-таки позвала. В моей практике это было впервые, когда я принимал роды дома. Сейчас это с каждым годом реже, периодически бывает. Но пока обходилось для осложнения, скажем так. Все у нас было удачно. Приезжали в уровень. Роженицы, ребенок доставлялись в уровень. Все живы, здоровы. Фельдшер должен делать и уметь все, рассказывают наши герои. Это специалист широкого профиля. Он проводит медицинские манипуляции. Может самостоятельно осмотреть пациента, поставить диагноз и начать лечение. 21 февраля фельдшер отмечает профессиональный праздник. Не хватает врачебных кадров. Нет младшего персонала медицинского. И на стражу здоровья встает никто иной, как фельдшер. Уникальность профессии состоит в том, что он может работать руками. Он должен хорошо работать головой. Он умеет и может использовать свои ресурсы. В честь праздника главный врач КБ номер 50 Игорь Лошманов вручил фельдшеру скорой помощи Максиму Остапкевичу медаль Министерства обороны Российской Федерации за укрепление боевого содружества. Благодарственными письмами от Министерства здравоохранения Белгородской области наградили фельдшера Илью Шемякина, врача Елену Клюеву и водителя Юрия Родина. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 21 февраля отмечается и Всемирный день экскурсовода. Люди этой профессии могут поведать посетителям интересные истории, скрывающиеся за редкими и порой уникальными экспонатами и картинами. Путь экскурсовода у Натальи Чуваткины начался с открытия в городе художественной галереи. Получив соответствующее образование, Наталья Сергеевна решила реализовать свои знания в новой и интересной профессии. Свою первую экскурсию наша героиня помнит до сих пор. Было это 28 мая 2008 года, в день торжественного открытия галереи в новом здании. Вспоминает, что было очень волнительно. Тряслись поджилки, я очень сильно переживала, но эта обратная связь, которую я получила в конце нашей встречи, в конце экскурсии, она окрылила меня и окрепила вот это вот мое понимание, что я действительно на своем месте, что мне нравится моя работа, что я готова двигаться дальше в этом направлении. Выставки в зале всегда меняются, поэтому экскурсовод не испытывает недостатка в новых знаниях и открытиях. Наталья Сергеевна знакомится с художниками, скульпторами, фотографами, с историей создания экспозиции и отдельных работ. Всю информацию о выставках экскурсовод адаптирует под возраст посетителей – от самых маленьких детишек до людей пенсионного возраста. При этом экскурсовод должен много знать не только об отдельной экспозиции, но и обладать общим широким кругозором. Наша задача, как экскурсовода, в первую очередь заинтересовать зрителя, сделать так, чтобы наша встреча была в первую очередь интересна и понятна, чтобы не возникало никаких вопросов, потому что зритель приходит, как правило, неподготовленный, многое непонятно, многое интересно, и мы пытаемся преподнести информацию в доступной форме. Также экскурсовод художественной галереи участвует в монтаже выставок, подготавливает этикетки для художественных работ. Наталья Чуваткина знает все не только о картинах, но еще умеет мастерить своими руками и учит этому других. Наталья Сергеевна проводит различные мастер-классы и творческие мастерские для детей. Экскурсоводом, настоящим в общем понятии этого слова, я стала спустя два или даже три года работы здесь. Это, конечно же, опыт, это поддержка коллег, конечно же, потому что без этого невозможна наша работа. Мы смотрим, мы учимся, мы повышаем нашу образованность. Поздравляем всех экскурсоводов с профессиональным праздником. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. В клубе «Восход» Центра внешкольной работы ветеран саровской журналистики Лариса Иванова провела встречу с детьми в рамках авторского проекта «Саровский ключ». На встрече участники учились держать внимание и выстраивать взаимоотношения с окружающими. Проект «Лариса Иванова и Саровский ключ» сначала выходил на экраны как телевизионная передача. Журналистка рассказывала зрителям о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, а также о нравственной составляющей личности. Идея воспитания души человека на основе традиционных ценностей легла в основу педагогической деятельности Ларисы Ивановой. Женщина стала автором уникальной методики, которая получила свою реализацию в проекте «Саровский ключ». Это интегрированный способ воспитания образа личности, следствием массовой информации и коммуникации. И тот вопрос в 21 веке, человек ли кто? Для чего в этом мире? Как проживаешь? И вы знаете, самое интересное и важное – это дети в сегодняшнем времени. Что такое семья, дом, очаг? Как выстроить отношения между поколениями родителей и детей? Как научиться слышать и чувствовать своего ближнего? На эти вопросы Лариса Сергеевна ищет ответы на встречах с ребятами посредством нестандартных приемов на раскрепощение, внимание, эмоциональный отклик. В рамках своей методики Лариса Иванова сотрудничает и с доктором медицинских наук Анатолием Карповым. Для того, чтобы быть утешенными и успокоенными в доме, в семье, чрезвычайно важно не только обращать внимание, но и особо тонкость, чутьем относиться к тем, кто маленькие, малыши, потому что они очень чуткие, они стремительные и они очень внимательные. С проектом «Саровский ключ» Лариса Иванова открыла череду встреч с воспитанниками Центра внешкольной работы. Женщина занимается с детьми из клубов по месту жительства. Каждая такая встреча обычно не занимает много времени, но приносит для ребят много новых впечатлений. Впечатления очень хорошие, мне нравится такой формат, очень интересно слушать все эти рассказы, впечатляет очень, когда рассказывают, проговариваешь какие-то слова. Мне эта встреча понравилась, потому что с помощью такого формата встречи мы начинаем друг другу доверять, понимать и слушать. С помощью такой встречи мы учимся начинать понимать друг друга и доверять. Если мы будем доверять друг другу, то у нас будет намного лучше отношение с окружающими. Лариса Иванова планирует продолжать встречи в клубах Центра внешкольной работы, а также провести подобные мероприятия и с родителями. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.